Здравствуйте, дорогие телезрители! Это программа «Дорога к храму». Ближайшее воскресенье, 22 марта, это день памяти святых мучеников севастийских. 40 воинов в этот день пострадали в 320 году. В 313 году император Константин Великий издал знаменитый Миланский эдикт. Согласно этому указу, вероисповедание получало свободу. Но, тем не менее, на местах мы знаем, что многие язычники, которые были приверженцы своей веры, они, конечно же, еще очень долгие годы чинили беззаконие и злодейство. И вот, несмотря на то, что был издан такой указ, 40 христианских воинов были замучены и преданы пыткам. И произошло это недалеко от города Севастии, это территория современной Армении. Вот эти мученики были христианами, и они не хотели принести жертву идолам. И вот тот дух сплоченности, который до этого этих воинов сковал в битвах и в сражениях, они уже явили на более высоком духовном уровне. В Священном Писании, а именно в Псалтире, нашли слова, которые пророческие отнесли именно к этим мученикам. И они прошли сквозь огонь и воду и вошли в покой. Конечно же, в отношении этих воинов имеется в виду уже духовный покой. То есть они прошли через жуткие испытания и уже обрели райское блаженство. Мы знаем, что их отвели на озеро, которое уже покрыто было инем или льдом, и заставили всю ночь стоять их там. Но до этого целую неделю их держали в тюремном заключении и пытались сломать их. Пытались, чтобы кто-то из них отрекся от веры. И, конечно же, среди всех этих сорока воинов не было сначала такой сплоченности и единства. Каждому человеку, наверное, страшно умирать. И, конечно же, такие негодования были и среди этих воинов. Но среди них нашлись и те, которые вдохновили на подвиги других. Поскольку дали понять, что отречение от своей веры, от Христа, вместе с тем человек теряет и свою душу. И вот пройдя вот это тюремное заключение, испытание, некоторым из воинов явился сам Христос и сказал, что примет их в своей вечной обители на более высокую службу. И, конечно же, после этого все земные заботы, все земные переживания, страхи, они уже отошли на какой-то задний план. И вот те мучения, которые эти воины претерпевали, стоя в холодной воде, они, конечно же, посрамили дьявола, поскольку он всячески хотел вырвать хотя бы одного. И мы знаем, что стражи, которые были на берегу, они растопили теплую баню. И всячески уговаривали этих воинов, что если кто отречется от Христа, то может зайти погреться, и он будет свободен, получит жизнь. И вот один из этих сорока, действительно, простояв практически всю ночь в холодной воде, не выдержал этого испытания и пошел в баню. Но когда теплый воздух окутал его тело, он умер. Но вот один из стражей, который наблюдал за этими воинами, увидел, что некое сияние окутывало это озеро, и он увидел венцы, которые спускались на этих мучеников. И вот он, пораженный этим чудом, сам снял с себя одежду и вошел в воду к этим воинам-страдальцам. И таким образом все-таки 40 венцов они сохранились. После того, как наутро увидели воинов живых и нисколько от холода не пострадавших, воинам-стражам приказали перебить им голени, и всех их умертвили. Но что интересно, такой факт встречается в их житии. Одного воина, который еле-еле был еще живой, они не стали добивать, поскольку мучители узнали, что здесь находится его мать. И, наверное, чтобы причинить еще больше страданий ей, они ему дали вот такую вот еще мучительную смерть. Конечно же, эти палачи, они этим показали, наверное, свое такое сатанинское нутро. Этот праздник в церковном календаре почитается очень значимым праздником. И так как он празднуется весной, то и вот этот подвиг воинов символизирует собой приход весны Христовой. То есть открытие блаженства, что двери райские, они для всех тех, кто жертвует собой, эти двери открыты. И вот такая традиция на Кубани, она имеет место. В этот день пекут жаворонков, поскольку жаворонки — это те птицы, которые предвещают нам весну, ну а в духовном смысле это весна Христова, в этот день испекают такие изделия в виде таких птичек. Ну и несмотря на то, что эти воины пострадали в IV веке, неудивительно, что на Руси они получили особое почитание, поскольку мы знаем, наш народ, еще будучи языческим, всегда славился своими воинами. И, конечно же, в воинах севастийских, сорокомучениках севастийских, наши воины, они тоже видели пример настоящей доблести, такого высшего порядка. Ну и кроме того, наша история показывает, что воины православные, они всегда настоящую силу сочетали не только с мужеством, не только с выносливостью, но и с добротой, с великодушием, с благородством. Мы помним времена Суворова, когда он своих солдат воспитывал, быть по-настоящему великодушными даже к своим врагам. И вот даже в сегодняшнее наше время вся эта ситуация с Крымом появилось такое понятие, как «вежливые люди». И вы знаете, наверное, это некая такая историческая закономерность, поскольку наши воины, они на самом деле должны быть такими. И сила, она всегда должна сочетаться с добротой. Ну и, наверное, еще такой, укажу интересный момент. В Евангелии от Луки есть такой эпизод, когда Ян Креститель дает совет воинам. И, конечно же, каждый воин, каждый, наверное, работник правоохранительных органов, полицейский или пожарный, или человек, который служит в армии, наверное, этот совет будет ему также интересен, поскольку именно нравственность наших воинов является тоже очень важной скрепой в нашем обществе. Мы помним, что когда Ян Креститель вышел на проповедь, он говорил людям «покайтесь», то есть «изменитесь». «Покинитесь», если мы хотим еще жить на этой земле, если хотим, чтобы Господь нас смиловал, то и мы должны приносить добрые плоды. И вот к нему приходило множество народа, и одни люди спрашивали, простые люди спрашивали, что нам делать. И вот Ян Креститель им говорил, «У кого есть две одежды, дай неимущему, если у кого есть пища, делай то же». Ну, с социальной точки зрения, с точки зрения развития общества, несомненно, этот совет очень полезен, поскольку нужно делиться. И мы знаем, что когда один класс общества начинает обогащаться чрезмерно, конечно же, это всегда приводит и к революциям, и к ситуациям ненормальным с нравственной точки зрения. Приходили к Яну Крестителю также и мытари. Ну, их можно сегодня сопоставить, как людей, которые управляют, менеджеры, чиновники, административные работники, налоговые. И мытари спрашивали, а нам что делать, ну, чтобы спастись? И он отвечал им, ничего не требуйте, более определенного вам. То есть это все можно обозначить всего лишь одним современным словом – коррупция. То есть не берите лишнего. То есть старайтесь поступать по справедливости. А вот также интересный момент, что к Яну Крестителю приходили и воины. То есть воины – это то сословие, которое всегда было, есть, и, конечно же, до конца земного существования воины всегда будут нужны. И вот они спрашивали, а что делать нам? И вот Иоанн Креститель дает всего лишь три совета воинам. Он говорит, никого не обижайте, то есть не проявляйте свою силу там, где это не надо. Не клевещите, то есть не лжесвидетельствуйте, потому что мы знаем, когда происходит такого рода вещи, могут страдать невинные люди. И довольствуйтесь своим жалованием, то есть не занимайтесь мародерством, поскольку у воинов это тоже очень часто большой соблазн, поскольку на каких-то территориях или защищая кого-то солдаты могут соблазниться на что-то. Но мы знаем из нашей истории, вот в частности во времена Суворова, в Швейцарии до сих пор вспоминают наших солдат, которые сами в чем-то терпели нужду, у самих был недостаток порой в еде, но они никогда не позволяли себе обижать местное население. Вот в Швейцарии, мы знаем, до сих пор с трепетом, с благоговением вспоминают русское воинство. Сегодняшний вопрос, как объяснить ребёнку, что необходимо исповедоваться. Но я отвечу словами другого священника, который своих деток объяснял им это так. Ну, подобно тому, как нужно мыть руки, если их долго не мыть, они грязные, и этими руками кушать практически невозможно. Или посуду часто надо мыть, потому что из грязной тарелки, ну, кушать как-то неприятно. И душа человеческая, она также нуждается в чистке, в чистоте. Ну, конечно же, подобного рода объяснений детям, они больше всего действуют, когда и сами взрослые или родители стараются приходить на исповедь. И, конечно же, подобного рода объяснения, они вполне естественно налажатся на душу ребёнка. Наши детки немного понимают, и подобное сравнение, оно очень уместно. Ну, всего вам доброго, дорогие телезрители. До новых встреч.